МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Лауры Байбачановой. В начале выпуска главным темам дня. Шесть семей Алматинской области признаны образцовыми по итогам отборочных туров республиканского конкурса Мири Леут-Паса. Новые туристические объекты откроются в Алматинской области, куда доставку обеспечат новые авиалинии. Нарутан вручает партбилеты нового образца. В Алматинской области сегодня объявлены итоги областного этапа национального конкурса Мири Леут-Паса. В торжественной обстановке Аким области Мандык Баталов вручил победителям дипломы и сертификаты на кругленькую сумму. Одной из главных ценностей в жизни каждого человека является семья. Ведь именно она закладывает основы воспитания будущего поколения, передавая веками накопленный опыт и знания, сохраняя обычаи и культурные традиции. Так отметил в своей поздравительной речи Аким Алматинской области Амандык Баталов. Президент страны Нурсултан Назарбаев постоянно подчеркивает, нужно укреплять институт брака и семьи, повышать его престиж, возрождать нравственные ценности. Семья, дети, семейные ценности и традиции всегда были и остаются основой нашего общества и нашей культуры. Конкурс Мериле-Отпаса направлен на сохранение семейных ценностей, на фундаменте которых строится благополучное общество и процветающее государство. Так пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. Областному этапу Мериле-Отпаса предшествовали конкурсы в городах и районах, в которых участвовало 253 семьи. 38 вышли в областной финал, где были определены две лучшие семьи. Главный приз по одному миллиону тенге получили Успановой из Алакольского района и Калиевы из Панфиловского. Победитель конкурса «Кинеспег Успанов» всю свою жизнь посвятил родному совхозу. Вместе с супругой Батихой они воспитали семерых детей. Сейчас у уважаемых бабушки и дедушки 25 внуков и три правнука. «Приз – один миллион тенге. Из них 500 тысяч тенге я хочу передать в детский дом. Остальные 500 тысяч переведём в дом престарелых». Второй обладатель первого места – Балабек Калеев, опытный зоотехник. Занимался разведением племенного скота в регионе. Возглавляет сейчас крестьянское хозяйство, в ведении которого более 2,5 тысячи голов скота. У Балабека Таисарварапа – 12 детей, 73 внука и правнука. «Мне хочется пожелать подрастающему поколению мира и процветания. Пусть они так же, как мы, трудятся во благо нашей страны. Мы, взрослые, постараемся указать им верный путь». Два вторых места завоевали семья Донбаевых из Инбекши-Казахского и Исмаиловой из Искельдинского района. Два третьих места между собой разделили Басиловой из Уйгурского района и Назаровой из Раимбекского. Наряду с этим за терпение в воспитании ребёнка со сложным диагнозом денежным призом награждена семья Сиильхановых. Ценными призами и сертификатами на 50 тысяч тенге были удостоены все остальные участники. Победителей теперь ждёт финальный этап национального конкурса уже в Астане. Бульназ Мустафа, Абзал Мусипов, Жаслан Шенгинженов, Телеканал ЖТСУ. Председатели общественных палат призывают чиновников вследовать принципу нулевой терпимости и первыми начать борьбу с беспорядком. Ход реализации региональной программы по формированию среди населения строго восследования нормам закона сегодня обсудили участники заседания прошедшего под председательством Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Глава края ЖТСУ сделал ряд веских замечаний и дал конкретные поручения руководителям ведомств. Вести нулевую терпимость Аманды Кабаталов предлагает и в строительной отрасли. Акцентировал Аким области внимание и на слабое продвижение программы «Безопасно город». Призыв президента сформировать так называемую нулевую терпимость к любым правонарушениям активно поддержали и жители Алматинской области. Однако не во всех регионах она реализуется на достаточном уровне. О предпринимаемых мерах в правоохранительных органах доложил начальник Департамента внутренних дел Алматинской области Мурат Урумханов. Рассказал главный полицейский региона и об итогах профилактических мероприятий. Из них высокого результата стражи порядка добились в рамках пилотного проекта «Соседский присмотр». Он был запущен в прошлом году. За это время на телефон доверия поступило свыше 7 тысяч звонков. По каждому из них были приняты соответствующие меры. Не снимая с себя ответственность, хочу повторить, что наведение порядка на наши улицы, дворах, парках и так далее задача не только полиции, но и задача всей общественной области. Выставить полицейского около каждой почки мусора – это нереально. Одними карательными мерами реализация поручения главы государства невозможно. Предлагаю внести дополнение в план Акимат области по реализации поручения главы государства в принципе дружевой терпимости к беспорядке, чтобы ее соблюдение стало осознанной культурой каждого жителя нашей области. Снизить уровень правонарушений, пресечь и вовремя раскрыть как крупные, так и мелкие преступления стражам порядка удается и с помощью видеонаблюдающих устройств. Сегодня только в областном центре установлено 46 уличных камер. Однако этого недостаточно. Аким области Амандах Баталов поручил увеличить их количество и ускорить реализацию программы «Безопасный город». Применять принцип нулевой терпимости Амандах Баталов предлагает и в строительной отрасли. Акцентировал внимание глава региона и на слабую работу коммунальных служб. Актуальной для области до сих пор остается нехватка мусороперерабатывающих заводов. Бороться со стихийной свалкой, уверен Аким области, поможет европейский опыт. Один из приоритетов моей работы, я сразу обозначил, это организация и налаживание порядка вывоза мусора, переработки мусора, сортировки и строительства мусороперерабатывающих заводов. На территории области у нас находятся 2 миллиона людей, которые живут и прописаны Алматинской области. Плюс почти около 2 миллионов человек – это город Алмата. И все они ежегодно выводят мусор на территорию области. А вот четкой такой системной работы по вывозу мусора нет. Нет ни одного нормального мусороперерабатывающего завода на территории Алматинской области. И мы ею должны немедленно заняться. О ходе реализации собственных программ и применяемых мерах главе региона рассказали и представители общественных палат. Следовать принципу нулевой терпимости и начать борьбу с беспорядком общественники призывают чиновников. По их мнению, каждый государственный служащий первым должен пресечь правонарушения и не стесняясь сообщать об имеющихся фактах по телефону 102. Лужан Адильханова, Жуслан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Сегодня День охраны окружающей среды в рамках Всемирного экологического праздника в Талдыкурганском Доме Дружбы прошел экофорум. Главной его целью явилось повышение сознания и чувства ответственности по отношению к природе и окружающей среде. Потому основными его участниками стали люди, неравнодушные к экологическим проблемам, а также школьники и учащиеся колледжей. Зеленый праздник был учрежден еще в 1972 году Организации Объединенных Наций. С тех пор День охраны окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Алматинская область отличается богатым природным разнообразием и для каждого жителя ее сохранение и приумножение. Охрана окружающей среды должна быть задачей первостепенной важности, отметил первый заместитель Акима Алматинской области. Однако, как в черте населенных пунктов, так и в безлюбленных местах отдыха, главной проблемой остается мусор. А ее причиной, как отмечает участник форума Ая Найджанов, является экологическая безграмотность людей. Раньше здесь мы открывали по улице Жан-Сугуру большой экологический информационный центр, 24 школы, которая существовала тогда в Талтыкургане, они там занимались после обеда специально с учителями биологии вместе, проблему изучали законы по экологии. Информационный экологический центр нету, закрыли, почему, не знаю. Такой центр должен существовать. Экологическая грамотность, грамотный человек – это культурный человек, это образованный человек, он никогда с окна не выбросит бутылку на улице. Любовь к природе начинается со школьной скамеи, считают организаторы форума, представители департамента экологии. Именно поэтому главными участниками мероприятия стали дети. В знак защиты окружающей среды не подготовили красочные плакаты и брошюрки, различные аппликации, а увлекательная игра «Мир загадок» дополнила их знания о главной роли природы в жизни человека. На территории нашей школы имеется питомник. Мы, школьники, вместе с учителями каждый год сажаем деревья и цветы, поливаем их, заботимся, выходим на субботники. Таким вот образом мы выражаем свою благодарность. Мы – часть природы, а защищать её – наш общий долг. Сегодня, когда весь мир переходит в зелёной экономике, формирование бережного отношения к природе и рационального использования её ресурсов среди детей и молодёжи особенно важно, и от них зависит, насколько богатым это наследие будет для дальнейших потомков. Асим Кощегулова, Хабид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области стартовал летний туристический сезон. Более 500 живописных мест ждут отдыхающих. Однако это лишь малая часть того, что может представить благодатный край ЖТСУ. Одна из главных проблем отечественного туризма – низкий уровень обслуживания и отсутствие инфраструктуры. Как привлечь в регион туристов и пополнить казну, решали участники выездного совещания по развитию сферы туризма. Развитый туризм – большие инвестиции. Секрет успешного турбизнеса – просто. Впрочем, это не главная проблема для живописного края ЖТСУ. Сама природа создала условия для полноценного отдыха, а вот элементарная реклама красивейших мест региона порой вовсе отсутствует. Оставляет желать лучшего и качества обслуживания. Отныне для обучения местных менеджеров, а зам высококлассного туризма, решено привлечь специалистов из Алматы. Цель сотрудничества – развивать и формировать здесь, и развить Алматинскую агломерацию, как туристко-рекреационный центр. Поэтому мы будем использовать туристский потенциал области нашей и города Алматы и совместно будем проводить мероприятия по реализации Алматинской агломерации. Особую ставку сделают и на развитие главных зон отдыха области. Побережье, Балхаша и Алакуля давно нуждаются в кардинальных мерах. Перспективы здесь большие. Уже в этом году построят на Алакуле отель пятизвездочного класса. Более 170 зон уже готовы принять туристов. В прошлом году на Алакульском побережье отдохнули почти 200 тысяч человек. Было бы в два раза больше, уверяют специалисты, если бы не отсутствие инфраструктуры и плохая дорога. Даже излюбленному Капшигаю из-за ремонта трассы Алматы-Уськимен местные туристы предпочли Иссыкуль. Главный конкурент в туриндустрии, порой даже незаконно, но успешно сегодня пополняет свою казну. Есть четкие законодательные акты, которые они нарушают. Ну, в первую очередь, то, что для работы на нашей территории они должны получать лицензию и оплатить налоги. То есть, в первую очередь, нарушение это. Ну, и есть, конечно, и моральный аспект, когда наши туристские компании, в силу того, что не могут конкурировать в этом смысле с киргизскими туроператами, они забирают, в общем, работу у наших коллег. Развивать необходимо и экотуризм. Алматинская область, как ни одна другая, располагает в этом несметными богатствами. Уникальный Чарынский каньон, пять национальных природных парков, красивейшие кульсайские озера, загадочный Тамгалытас. Словом, разгуляться есть где. Такой возможностью в прошлый туристический сезон воспользовались 500 тысяч туристов, 20 из них иностранные. Для привлечения большего числа отдыхающих уже через год в Жаркенте и Кигене планируют открыть аэропорты. Дополнительные прямые авиасообщения наладят и с крупнейшими городами страны – Павлодаром, Карагандой и Оскименом. Наталья Хоменко, Алмаз Садуакас и Аманжол Жумар, телекомпания ЖТСУ, Карасайский район. Итог работы года экологов не совсем совпадает с нашим привычным календарем и завершается именно летом – большим маршем парков. Ведется подсчет поголовья животных, наблюдается рост молодняка. К этому времени приурочивается и подведение итогов конкурсов, проводимых природными парками в течение года. Площадь Государственного национального природного парка Алтынамель – 520 тысяч гектаров. По тому работой идет круглый год. Но марш парков, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды, своеобразный итог. И если изначально куланов здесь было всего 22, то сейчас их поголовье около 4 тысяч. Выросла и популяция джиранов. Реализуется программа «Увеличение поголовья лошадей Пржевальского». Марш парков, вот работаем программой ООН. В свою очередь мы постарались преподнести программе, какие у нас есть успехи. Немало здесь исторически значимых мест, а потому разработано более десятка различных туристических маршрутов. Однако из почти 5 тысяч туристов, ежегодно посещающих эти места, львиная доля – иностранцы. Самой действенной рекламой парка, особенно среди молодежи, являются работы студентов и школьников. Лучшие конкурсные работы поощрены в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды и марша парков. На привлечение туристов работают и местные жители. В юрточном городке путешественников ожидают отдых в национальном колорите и национальные угощения. Хотя сохранить это наследие в годы оптимизации было очень сложно, признается один из основоположников парка. Нет в Казахстане другого национального парка, где можно было с борта машины увидеть несколько видов животных, как куланов, джейранов, горных козлов, тех же архаров, кабанов, еликов. Это только у нас в Казахстане на западе можно увидеть сайгаков с машиной. А в других, в Латавском или Жунгарском, там, чтобы увидеть несколько еликов или горных козлов, надо пешком подниматься или верхами. Национальный парк Алтамиль создавал я в 1991 году. Вначале было трудно, бюджеты, средств не получали. Я для охраны природы окружающей среды привлек всех, особенно животноводов. Они очень мне помогли в этом деле. Для работающих в разгар туристического сезона по 12 и более часов сотрудников парка в профессиональный праздник и для местных жителей насыщенный двухчасовой концерт дали артисты казах-концерта. Азгульбошан Даниэрс и Симбаев Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ.